Российский МИД еще вчера заявил, что на Украине находятся американские наемники, которые одеты в форму одного из отрядов украинских спецслужб. Сейчас они в Донецке, но возможно их перебросят и в Луганск и в другие города. Аркадий Назаренко подробнее о дорогих гостях, действительно дорогих. В день услуги одного только наемника обходятся принимающей стороне в 1300 долларов. Донецкие милиционеры прозвали их глухими ягуарами. Не отвечают ни на один вопрос, только отворачиваются. Но разгадка проста. И с речью, и со слухом у этих ребят, скорее всего, все в порядке. Вот так они выглядели еще месяц назад. Разгуливали по улицам украинского города в своей привычной форме. Никакие это не ягуары, а настоящие американские наемники. У МИД России есть доказательства. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации «Грейстоун», переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол». В разные годы эта частная компания носила разные имена. Самое известное название «Блэк Уотер». Так свою организацию еще в 1997 году назвал ее отец-основатель, бывший офицер морских котиков Эрик Принц. В принципе, чтобы оказывать услуги чуть ли не населению, но так повелось еще с тех времен, главным заказчиком «Блэк Уотерс» почти всегда выступала администрация американского президента. «Грейстоун», о котором говорят в нашем внешнеполитическом ведомстве, это лишь одно из подразделений «Блэк Уотерс». Всеми этими наемными товарищами руководят спецслужбу, это 100%, потому что без их благословения, без их, так сказать, указания конкретного, без их финансирования ничего бы этого не происходило. На счету наемников «Блэк Уотерс» военной операции в Афганистане, в Ираке, где бойцы отличились расстрелами мирного населения. Однажды убили сразу 17 человек, включая детей. И если дела с контрабандой и оружием как раз в Афганистане еще как-то удавалось замять, то за гибель жителей Багдада «Блэк Уотерс» лишилась лицензии. Правда, ненадолго до очередной смены названия. И вот с тех пор армия наемников зовется коротко «ЗИ» – сфера деятельности от логистики до организации революций. Но там, где появляется интерес Соединенных Штатов, там, где появляется желание как-то повлиять на политических лидеров, на руководство той или иной страны, повлиять, так сказать, на иные какие-то политические ситуации, создать недовольство, так сказать, нагодные какие-то манифестации, а иногда и просто устранять ненужных людей, политических лидеров и прочего. Там везде появляются вот такие вот наемные армии. Схема простая. Регулярная армия США на территорию страны, где нужно провести военную операцию, фактически не заходит. Международное законодательство не нарушено. Но в дело вводят частную военную кампанию. Солдаты удачи воюют не за родину и не за идею, за деньги. На Украину, по мнению экспертов, организация направила как раз таки специалистов по регионам из числа ветеранов американских спецслужб. Тех же, что наводили демократию в Ливии, где до сих пор идет гражданская война. Похожие методы уже, как видно, отработаны и на Майдане. Схема проста. Выстрел с одной стороны, выстрел с другой. Тому однозначно, что американцы это сейчас делают и они могут очень хорошо подготовить вот этих партизанов, понимаете. Сейчас что такое правый сектор? Это партизаны такие, парни такие лихие, которые взяли в руки оружие. И вот они там бегают, пугают всех и так далее. Но на самом деле, с военной точки зрения, ну это шелуха. Вот. Но их сейчас могут подготовить по-серьезному. Причем работают частные военные компании по всем фронтам, но везде под масками. Вот сегодня в интернете разоблачили одну такую активистку. Она написала едкий комментарий к пророссийской записи в блоге. Подписалась с жительницей Николаева. Пара нехитрых манипуляций и блогеры вычислили ее IP-адрес. Он зарегистрирован в США и принадлежит тренировочному центру для резервистов американской армии. Аркадий Назаренко, Николай Кубанцев, РЕН-ТВ. Американцы отрицают, что их граждане сейчас находятся на территории Украины. С другой стороны, они работники частной компании, которой Вашингтон не указ. Или все-таки указ. Почему их прибытие на Украину совпало с появлением в Черном море уже второго эсминца ВМС США Дональд Кук? Давайте проанализируем это. Продолжение следует...